Здравия, соратники! Сегодня я расскажу вам о допотопных технологиях храма обезьян в Катманду в Непале. Это замечательный храм и мы обязательно его рассмотрим поближе. Вот так он выглядит сверху. Он находится на вершине большой горы, с которой открывается замечательный вид на Катманду. Вот просто я показываю вам, как это все выглядит сверху. А я вам покажу все это снизу. И на мой взгляд, начинать нужно показывать именно с восхождения, потому что сверху вниз идет некий каскад волноводов в виде ступ, который, наверное, когда-то передавал энергию. Но давайте обо всем по порядку. Я попробую вам показать сначала. Поэтому давайте начнем восхождение снизу, с самого начала. Только, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Я решил покормить, сделать доброе дело, покормить обезьянок на вершине горы. Не получилось. Это какая-то обезьянья гопота. Прыгают сзади, прыгают, вешаются на руки, на ноги. Просто... Это просто бандиты какие-то. Желтые мелкие бандиты. Они выглядят такими милыми, замечательными, но они какие-то жесткие парни просто. Причем, когда я кидаю маленьким детям, большие у них забирают бананы. Поэтому либо кормить обезьянок, либо смотреть ступы и древние допотопные технологии свободного электричества. И в промежутках от отбивания от обезьянок попробую показать вам эти ступы. Они явно не из местного материала, не из местного камня. Как они сделаны, непонятно. Обезьяны по ним свободно прыгают. И большинство из них уже установлено на бетонном основании. Вот, например, как это. Это непонятная ступа, такая мини ступа, но в то же время у меня есть основание подозревать, что это было верхом какого-то сооружения. И вот это тоже. Причем, верх, как правило, из другого материала. Они установлены на бетоне, но есть установлены и просто на скальном основании. И вот идет такая четкая линия. Периодически большой как бы раздваивается на два маленьких. Поэтому у меня есть основание полагать, что это все-таки оригинальное и допотопное. А сверху это напоминает мандалу. Это фрактальная геометрия. Напоминает колокольчики по форме, что тоже говорит о неких вибрациях, которые там присутствовали. Потому что вся энергия была из-за вибраций. В следующем видео про Непал я вам покажу, как, собственно, все устроено в другом храме и мою версию, как добывалась энергия из-за вибраций. Давайте немножко ускорим восхождение, потому что иначе никак. Это очень высоко. Вот в промежутке снова покажу вам очередную ступу. Они все одинаковые. Их очень много. И они именно по линии. Без зданий обезьянкам выше пройдения невозможно. Нужно, чтобы они отликались. Маленьким дал. Понятно, что сейчас такого не сделать. Что материал этот непонятного происхождения. Это какой-то черный базальт. Абсолютно один в один материал с тем же, что я показывал вам Бангладеш в музее Рашаи. Вот тут немножко побелело, но в принципе все равно материал это не бетон, это не кирпич, не терракода. И все как под копирку. То есть такого уровня сейчас не достичь. Это однозначно понятно. Я даже до центра не дошел. Обезьяны меня обчистили просто в ноль. Уделали форменные, разбончатые. Ну все, теперь с меня взятки гладкие, поэтому можно пойти дальше. Птичка, наверное, вот там встает. Птичка интересная. Спой, Светик, не стыдись, вон она не стыдится. Кстати, эту птичку я видел много где. И вот наконец-таки мы добрались. Сам храм расположен на вершине холма, горы, которые хорошо передают вибрации. Там четко чувствуется восходящий поток энергетика, замечательная, как в вате. Теплый такой, мягкая вате. Такое расположение присуще всем храмам практически. Даже у нас некоторые монастыри, так называемые православные, находятся на подобных местах на возвышенности. И напоминает мне много чего. Вот в Таиланде такой же храм. Я видел это не один раз. Тоже высокая лестница, тоже поднимаешься наверх. Вот мне чем-то это напоминает. Однотипность таких строений везде. Но есть отличия. Давайте пройдемся вокруг главной ступы. Осмотрим. Овцы, которые прямо между вот такими ступами разложили свои какие-то товары. Таких ступ немерено. Из серого и черного камня. Как базальт. Но это не базальт. Пощупал все из них. Все одинаковые. Наглые рожа. Да, обезьяны достали. Наглые причем агрессивные. Ух ты какой. Я чудом. Понятно, что их храм, но они уж слишком себя там по-хозяйски чувствуют. И на каждом сантиметре полно. Я ничего не знаю. Что он? На хера? Вот это не природный камень ни разу. Что значит? И вот у меня нет ответа, чем являлись вот эти вот отверстия. Потому что явно в них что-то было. И так оставили. Какие-то колонны спиленные, возможно. Возможно, какие-то устройства стояли. У меня нет ответа. Если вы знаете, есть какие-то предположения, пишите в комментарии. И вот некоторые ступы стоят. Ну, понятно, одна друг на друга резонатор такой каскадный. Но они еще стоят группами и соединены между собой. Вокруг для резонанса, как у нас купола. Маленькие купола для подстройки большого. Это нормально. Но некоторые, я покажу позже, соединены между собой. В некий контур. Большие есть из кирпичей. Но маленькие, видимо, еще после первого потопа. Они каменные. И обратите внимание на столбы. Вот эти вот спиленные столбы. И стоят столбы. И тоже из камня. Довольно высокие. Как их вручную отпиливали, непонятно. Иной версии, кроме как отливки из какого-то, каким-то образом умягченного камня, у меня нет. Никаких вариантов. Кроме того, что их отливали. И везде стоят вот такие ворота с колоколами. Ну, понятно же, надо же поколотить в них, чтобы боженька услышал. И везде видно, что они там не висели. Они висели как-то иначе, были закреплены иначе. И нигде нет языков. Оригинальных языков нет. Все языки из другого материала. Из другого металла. Иным способом выполнены. Это просто бросается в глаза. И вот очередной каскад стук. Они обведены в контур. Они соединены между собой. На одном основании. Монолитном. Чуть позже покажу, как соединяются некоторые. То есть, каким-то образом, видимо, для резонанса нужно было, чтобы эти вот вибраторы, наступают вибраторы, были соединены между собой. Ибо тогда они настраиваются на одну волну. Примерно, как в одном видео известном. Я сейчас вам покажу видео. Но пока посмотрите на дизайн. Много где изображены ваджеры. И в то же время фрактальный дизайн. Смотрите, внизу лепестки, как будто бы на неком основании. Вот то видео, о котором я говорил. Когда есть одно основание. У даже подвешенных вещей. Не связанных между собой. Метрономов. Происходит некая синхрония. И у колоколов, подвешенных там. Я вам показываю похожие колокола в Таиланде. Я поснимал их довольно много. Видно, что все они не приспособлены для того, чтобы их подвешивали. Вот эти вот колечки сверху, они приварены позже искусственно. И вот мы видим одно скальное основание и соединение между собой. И в то же время какие-то детали непонятные. Были убраны между ними. Но четкое соединение в некие последовательности. Заземлено точно. А вот эта конструкция, это вообще кипец. Я не знаю. Это как нужно заземлять, чтобы не хватило заземления. Еще поставили какую-то внешнюю конструкцию для того, чтобы вся энергия сливалась вокруг. Даже не доходила до этого шпиля. Это не от обезьян. Это коллинеарная антенна. Это коллинеарная антенна. Там цепи явно не родные. Но там от обезьян стоит защита, но немножко другая. Та конструкция, что я говорил, она сознательно сделана для того, чтобы энергия не приходила на этот вибратор антенны. То есть, ну, как волновод. Плюс-минус. У нас крепят несмазанные подшипники. Но мы, на счастье, пройдемся и покрутим все. Обратите внимание, шишечки наверху. Фрактальные шишечки. Такие же, как в музее Ватикана, какие в освещении и так далее. Это не просто шишечки. Наверху, на темечке этих диковинных непонятных зверей. Покрутим колеса на счастье и удачу. Вот и наша шишечка. Счастье привалит. Пошел, что покрутил, как положено. Потер все, что можно. Всем все потер. Все счастье навалит. Даже змейку надо потерять. Евреи, да. Много где шестиконечная звезда. Просто почти на каждой такой маленькой пагоде. Вот эту Ваджру потереть, это вообще петлец. Вот это зачем? Чтоб не сперли. Ну, опять потрем. За успех альтернативной науки. Чтоб вот все получилось. За всех альтернативщиков. Еще разок пройду. За папу, за маму и за папу парня. Змейка. Какая-то щука. Прям. Крилочки. Вот это вот как можно было сделать. А вот тут что-то было. И везде шишечки. И везде следы того, что что-то было демонтировано. Какие-то столбы, какое-то оборудование. И везде испохабленные колокола. Это точно там не должно быть. Вот это вот позже доделали. Прикрепили как могли. Просто проломив дырки. И приварив. Вот это не родное. It must not be here. Look. It was empty. It's very poor work. Poor quality. Вот это вот явно топорная работа. Вообще жуть. Но явно контрастирует. С качеством изготовления самого колокола. Двухголовый крыс какой-то. С молотком. Из кучи черепов каких-то. Неизвестный науке зверь. Вон там каких-то цепей наверху. Поцепили. Не знаю зачем. И в воду в клетку посадили. И вот опять много-много ступ. Но они соединены единым основанием. Как те метрономы. Что я показывал. Один в один. И что-то демонтировали. Ну и везде ладжеры. В основании причем. Ну и какие-то черепа. Головы. Один над другим. Каскад какой-то. Шишечки есть у всех таких зверей. Собака львов непонятных. Я даже не хочу вам говорить ту фигню, что мне тут экскурсоводы наговорили. Потому что это полная фигня. Можете официальных справочников почитать. Понятно, что все это не для помолиться. Это вход в музей так называемый. Тоже ладжера. Корона. Это просто двери. Но такое впечатление, что оригинальные двери да подобные. То, что за стеклом плохо видно. Но постараемся посмотреть. Постараюсь показать. Гораздо интереснее то, что вот на проходе. Лучшие статуи. Немножко напоминает музей в Рашаи. Тоже отлитые. Задняя часть скрыта. Везде. Поставили спиной к спине. Но она там шершавая. Шершавая. То есть, этому нет объяснения. Как в наших статуях. В большинстве из них. Тыльная сторона шершавая. Как будто натуральный камень. Но здесь. Явно размягченный камень. Не залитый. То есть, наверное, это все-таки натуральную породу. Как-то размягчали. И придавали такую форму. Чем и как. Только догадки. Убрал оригинальный звук. Потому что много шума. Но, видите, с тыльной стороны шершавая. Как будто натуральный камень. Как-то отколотый. Ну и опять немножко колоколов. Они везде вот на таких воротах. И везде видно явно, что приделали языки. Приделали. Всем. И маленьким, и большим. Настолько топорно сделаны языки. А в некоторых и нету. Как изначально их не было. Ну и чем эти каменные столбы делали? Тоже вопрос. Потому что, ну, нет такой большой болгарки с алмазным диском. Чтобы с такими вот филигранными шишечками на конце вырезать. Это монолит. Ну, есть подозрение, что наводил. Но в то же время явно чужеродный материал прилепили. Зачем? Непонятно. И подвешено было иначе. Если вообще было подвешено. В следующем видео покажу храм не сжигают мертвых. И там вообще интересные вещи. Там четко в линию вибратор эти выстроенные пагоды. И там на потолке интересные вещи. Покажу в следующем видео. Смотрите, ждите. Как только доберусь. А здесь тоже самое. Вибратор, волновод, фрактальная форма и увеличение. Увеличение таких форм. И идут вниз. Тоже фрактальная форма. И это явно какое-то техническое устройство. Это не для помолиться. Тут что-то было. Это другой материал. Это металл. И тут было что-то. Вот это было верхом, скорее всего, храма. И тут стояла какая-то антенна. Вот оно на другом основании. На счастье. Привет от России. День Победы. Немаленькая ручка. На счастье. Альтернативное движение. Мы найдем все тоже. Еще раз пройдемся. По некоторым вещам. Повторно. Повторно. Но покажу. У него уже немножко другие ступы. Потому что их очень много там. Очень много. И видно, что это не собрали. Это так и было. Просто немножко кое-что передвинуто. Но и кое-что демонтировано. Вот то, что я говорил. Они на одном основании. Они соединены между собой. Это некий контур был. Волновод, по которому шла вибрация, энергия в большую ступу. То есть маленький, как резонатор, подсовечный контур, собирали энергию в большую. Вот оно. Единое основание. Соединены между собой. Там сложно пролазить, но я это сделал. И что-то демонтировано везде. Вопрос. Что это? Много загадок. И колокола с приделанными языками, чужими, из другого материала. Везде. Колокола тоже часть устройства, которое передавало вибрации. Как и метроном. Они работали синхронно и без языков. Все на звуке. И все на вибрациях. И надо поизучать этот вопрос. В следующем видео про колокола я это сделаю. Миротворение. Проигран бой с обезьянами. Почистую. Испохавленные штаны надо новые покупать. Но на душе как-то спокойно. Настолько спокойно, что остаток дня я провел медитирую. Несколько часов просто смотря в этом замечательном месте на людей. На Катманду. Замечательный вид. Оно того стоит. Если кто-то будет в Катманду, сходите в храм обезьян. На сегодня достаточно. Ждите следующих видео с новыми загадками и разгадками. Добра! Продолжение следует. Продолжение следует.